Гагарин 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 На науку денег мало выделяется, чисто научное. Деньги идут в основном военным и на гидрометео. Так Путин решил, что более прикладной космос должен быть. Половина пусков, которые осуществляет Роскосмос, это коммерческие, а половина на Россию. В прошлом году было, по-моему, 34 пуска. Туда входят и военные, и народно-хозяйственные, и коммерческие. Вот половина коммерческих. Электронно-компонентная база, о которой сейчас говорят, и о которой нам американцы отказывают в связи с событиями в Украине, они и раньше нам как-то препятствовали этим. Ну, вся элементная база современных спутников, она импортная. Наши, в связи с криминальной буржуазной революцией 1991-1993 года, все производства у нас остались на том уровне. Мало что нового в микросхемах, в электроэлементах добавилось. Всячески новый проект президента Медведева, Сколкова, направлен на то, чтобы Зеленоград не финансировать, который был в нашей Силиконовой долине, а создать новый на картофельном поле, с чистого листа, создать новый проект Сколкова, в котором привлечь иностранных ученых. Там квартиры строятся по 200 и выше метров. Это не для российских ученых, а для иностранцев, которые могут что-то новое дать российской электронике. Ну не особо они, конечно, сюда едут, я так понимаю, что человек 2-3 приехало, известных людей, а больше нет. Даже отказались в Нобелевские лауреаты российского происхождения работать в Сколкове. Понимаете, поэтому с элементной базой, с современной элементной базой, которая не боится космической радиации, радиационно-стойкой, потому что вот американцы добились того, что их спутники 15-20 лет работают в космосе, а наши 3-5 лет, потому что они не выдерживают радиации, которая есть в космосе. Хотя наши церковники говорят, что где-то Бог там есть, но там ничего нет. Там, поверьте, космонавтам, там только лишь темно, холодно и жесткая радиация. Можно ли сказать, что Россия теряет статус второй космической державы и выходит на второе место в Китай? Или в Китае все-таки есть? Да, потому что я вот читал год назад, что была поставлена прежним руководителем Роскосмоса, был Поповкин такой, да, они проект написали президенту Путину о том, что, так сказать, до 2020 года остаться в тройке космических лидеров. Потому что получается такая, что может или европейцы нас вытеснить, или американцы. И мы на четвертой плане окажемся. Поэтому такая задача ставилась. Даже и президент Медведев, когда был, тоже просто хотел выяснить, а что же нам в космосе-то делать? Вот мы деньги тратим, а что нам, собственно, там делать? Была поставлена такая задача. Потом выяснилось, что мы не тянем. Китайцы очень резво идут. По нашим же самым наработкам, которые у нас были этапы, они четко выполняют все наши этапы. Сначала полететь в космос, потом научиться стыковаться, потом сделать международную станцию. У них спутников, у китайцев, которые исследуют землю, дистанционного задерживания земли, больше, чем у нас. У индийцев больше. У американцев уж говорить нечего об этом делу. А у нас, по-моему, я сейчас вам скажу, сколько у нас их наблюдений до земли. Три дистанционного задерживания земли. А у китайцев, наверное, 12 или 15. Поэтому вы понимаете, в каком состоянии мы находимся сейчас, оказывая услуги иностранцам. Свой как бы отстаем. Потому что у России, вот сейчас выступал Остапенко, буквально в марте месяце, какой-то у них совет там был, он сказал, что 71 космический аппарат летает на здесь. А в сравнении с американцами около 500. Поэтому я вот здесь выписал себе, у нас сейчас летает 29 навигационных, это ГЛОНАСС, 29 космических аппаратов. 22 аппарата связи и вещания, 3 наблюдения Земли. Ну, это вот дистанционного задерживания, так понимаешь, непосредственно. 2 гидрометео, это Метеор и Электроэл. У нас есть такие метеорологические спутники. 1 научный, это вот, как я уже говорил, по-моему, спектр-Р. Ну, чисто научный, так сказать, радиотелескоп летает там. Его отвели на орбиту ближе к Луне. И с помощью наземных телескопов сделали какой-то большой интерферометр, который хочет заглянуть даже дальше, чем, не знаю, получится это или нет, но это эксперимент, это научный эксперимент, чем американский Хаббл. Фотографии, наверное, не сделает, но что-то посмотрит там, это точно, да. Так, 5 экспериментальных у нас летает. Значит, 5 модулей МКС, которые пристыкованы к американской станции, да. Ну, пилотируемых кораблей 2, они пристыкованы к МКС, потому что один садится оттуда. Это число переменное, потому что один остается обязательно, один спускает экипаж, новый прилетает, тогда спускается тот, который пристыкован. Вот, и даже грузовые корабли, которые тоже 2 обычно пристыкованы к МКС. Там грузовики просто, которые ходят. А Россия сосредоточилась вообще, вся ее деятельность сосредоточена вокруг американской станции МКС. Вот, мы туда доставляем экипажи, доставляем грузы, обслуживаем там всю аппаратуру. Вот, так сказать, станция растет же, выросла, в принципе, там она больше 400 тонн летает в космосе. Надо ее корректировать орбиту, это все вот наши в основном грузовички и делают. Вот, раз в год или раз в два года европейцы присылают свой грузовик, который 6 тонн доставляет. Наш «Прогресс» доставляет 2,5 тонны максимум, а их не 6. А японская, по-моему, даже 7 тонн. Но они редко летают, потому что Япония не такая большая держава, у них всего один космодром. Ну, бывает это, она участвует в программе. Сейчас реформа идет в ракетно-космической, в связи с тем, что у нас часто стали падать ракеты. И вот, по поручению президента была образована новая структура ОРКК, значит, Объединенная ракетно-космическая корпорация. 6 марта она зарегистрирована. Руководителем ее избран, ну, назначен, значит, Комаров. Биографии его очень интересные, потому что 10 лет он работал в банке, потом работал в разных организациях зам, 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 заместителем, либо начальником. Последние 5 лет до того, как он стал возглавлять ракетно-космическую корпорацию, он работал, так сказать, руководителем ВАЗа, да? Наверное, за что и получил, я не знаю, за что он получил, у него есть интересное такое отличие, что он имеет Орден Почетного Легиона. Ну, так просто его не дают, значит, надо какая-то заслуга перед Францией, на Вазе или где-то в другом месте. Но факт, что человек с иностранным орденом, российский у него один орден и один французский. И вот этого человека ставят туда. Ну, как вы понимаете, ни машина, ни космические корабли, они близко даже не похожи. Да, машины делаются очень быстро, а корабли делаются очень долго, и их очень много испытаний. Насколько это будет, так сказать, эффективно, не знаю, потому что... Ну, стиль Путина назначать верных людей, которые ничего не понимают в этой отрасли. Может быть, и здесь так же будет, хуже даже. То, что было, посмотрим, посмотрим. Отвечает за все президент. У нас по Конституции за все президент отвечает. Он назначает, он это только ответственность сегодня несет, не за что. Ну, если коротко, двумя словами, перспективы российско-космонавские, пилотируемые, непилотируемые, какие, если все пойдет, такими темпами, как сейчас? Даже будем отставать. Будем отставать, потому что, так сказать, эти 23 года после советской власти показали, что мы отстаем по всем вопросам. То есть и по качеству спутников. По количеству мы держим еще первый класс, но это не значит. Я говорю, что запуск космических аппаратов – это самая малодоходная статья космического бизнеса. Да, можно запускать, но самые дорогие – это спутники. Спутники, они нужны всем, но их делают европейцы, китайцы, либо американцы, а мы только для себя. Ну, редко, вот Казахстан мы сейчас делаем, белорусы, совместно с Белоруссией мы делаем тоже. Один космический аппарат уже летает, второй в рамках союзного государства планируется финансировать. И украинцы, то есть и белорусы хотят, и мы хотим. Белок повторно, потому что у нас Канокус летает, а у них Белка, белорусский космический аппарат, номер один, у них летает такой дистанционно занервный в земле спутник. И продолжать будем в этом. Ну, а больше только нас кто еще может Анголу заказать, может еще кто-то, кто не имеет своей промышленности. Но все стараются все равно заказать это в Европейском космическом агентстве. У американцев, в чем их, даже у европейцев, что они сразу дают, вот запускают спутник, и гарантийный срок 12, 15 лет, да? А у нас 3, 5, сейчас вот на 5 только вышли. Наши отставания очень сильно идет. Американские спутники есть даже, которые 22 года, он работает. Дело в том, что они их выключают, потому что они сходят с нужной орбиты, а вот сейчас у американцев есть проект, по которому они, значит, робот-спутник прилетает туда, к этому аппарату он стыкуется к нему, врезается в его бензобак, заливает горючим, и этот будет действовать спутник дальше. У нас таких проектов, конечно, нет. Сейчас они, американцы, это я читал просто про это дело, что в наземном варианте они из одного штата в другой командуют этим роботом, чтобы эти манипуляции не в космосе, это пока наземные испытания. Как он будет это делать? Факт, что это ведь поймать спутник, который летает там, там же скорости очень большие, десятки тысяч километров, которые со какой скоростью они летают вокруг Земли. Найти, пристыковаться, врезаться, заполнить горючее, заткнуть, как-то отойти к другому спутнику, это уж очень такой продвиг. То есть американцы отказываются с нами сотрудничать только из-за того, что мы патологически отстали, и им с нами неинтересно. Мы им ничего дать не можем, кроме вот ракет-носителя, который достаточно надежен, но, так сказать, много не отправят его. Вот с нами сотрудничают те, кто хочет гарантированно направить с большей гарантией, чем у кого-либо другого. Вот в этом мы сильны, что имеем ракет-носителя. А в космических аппаратах я плохо могу сказать. Мы на своем заводе делаем просто приборы к этим космическим аппаратам, и, к сожалению, захотелось. Уровень... Нет, сами приборы-то хорошие. Я вам скажу, что... Я не могу сказать, что качество у нас... По мелочам к нам при... Те, кто заказчики наши, главники, которые делают космические аппараты, или это самое, по мелочам. Надежность, отработанность... Ну, просто они старые, они морально старые. Молодежь к вам идет, если да, то какого уровня? Молодежь у нас, конечно, сейчас идет такая реструктуризация на предприятии, и в основном оставляет молодежь. Пожилых людей по всякими видами стараются от них избавиться. У нас на предприятии, если было почти под 900 человек два года назад, то сейчас их осталось около 800. Ну, на самом заводе. А раньше же было, в советское время, 10 тысяч человек работало на заводе. Да, мы делали, может быть, более простые приборы. Но их делали настолько много, что, так сказать, почему нас боялись и американцы, и это. А сейчас мы одну ракету долго делаем, а другой ракеты у нас нету просто. Мы предлагали еще во времена, так сказать, во времена Горбачева, предлагали американцам, когда у них были 4 шаттла, а мы создали свой Буран. Наш был более совершенный, потому что мы на 20 лет позже сделали. У них 40 тонн поднимал, у нас 100 тонн поднимал. И мы предложили, тогда был президент Горбачев, предложил, значит, объединить усилия и полететь к Марсу. Там через 10 лет полететь к Марсу. Но для этого нужно построить этот космический корабль, большой, чтобы человек мог туда же 250 суток только туда лететь. Корабль должен очень большой быть, и горючий должен быть, соответственно, много. Поэтому вот тогда Бушу предложил Горбачев создать такой корабль. Но они отказались. И наш, так сказать, вот следующий президент Ельцин, так сказать, этот проект зарубил. Потому что России выводить нечего в космос в таких масштабах 100 тонн. Это готовилось к звездным войнам эти же. Просто американцы грозили, что они будут наши спутники снимать. У них есть шаттл, а у нас нет. У нас только, так сказать, ракета туда, и мы не можем ничего взять. А у них шаттл подошел, манипулятором спутник взял, положил и утащил. Но мы им ответ адекватный сделали, что мы можем все ваши спутники снять и спустить вниз. Потому что если они запускали 40 тонн, а спустить могли 10, мы запускали 100 тонн, а спустить могли 40 тонн оттуда. Но, к сожалению, этот проект не прошел. Я с большим воодушевлением был там молодой человек. И когда Буран полетел, я тоже был в восторге, как при Гагарине. Я родился, когда Гагарин уже, так сказать, слетал в космос. Он в апреле, я в июне 61-м года. А вот тут я действительно был на работе, был инженером-технологом тогда в 87-м году, когда он полетел первый раз, Буран. Мы были все воодушевлены, что мы сделали не хуже, чем у американцев. Даже лучше, чем у американцев сделали. Но, к сожалению, проект этот был зарезан. И вот новый руководитель Жорстского космоса, Стопинка, он сказал, что надо вернуться к этим наработкам, потому что ничего лучшего тот проекта опередил время. Сделали лучше американцев. И с первого раза в автоматическом режиме смогли посадить его на взлетную полосу всего лишь, по-моему, метр от центра. То есть с первого раза это было практически... Американцев так и не получалось. Но сделали советские ученые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова